Дорогие друзья, сегодня мы находимся в миасском филиале Челябинского государственного университета и пишем тотальный диктант. Вернее, все те люди, которые пришли, они пишут, а мы с Андреем Даниловым, нашим редактором, мы его диктуем. И сейчас с Костей Князевым покажем, как это все дело происходит. Я считаю, что грамотный человек, он умный человек. Я умный человек. И я хочу, чтобы такими же грамотными и умными были все окружающие, чтобы мне было не скучно жить в этом мире. Я считаю, что грамотно нужно писать, думать, говорить и жить. Я уже пишу пятый раз. Просто интересно посмотреть, как повысился уровень. И считаю, что в этом году будет сложный диктант. Частично и от меня тоже, и от других диктаторов будет зависеть, как люди проявляют свои знания. Что они потом будут переживать за оценки. Чего, конечно, и хотелось бы, потому что это все для себя. Это вот для себя, чтобы самому себе показать, что я молодец, что я могу, что я уже решился сюда прийти. И это самое главное. И это самое главное. В прошлый раз я прочитала просто для любопытства, а мне понравилось. И поэтому я решила снова попробовать. Ну, сам текст мне понравился. Я бы хотела узнать продолжение. Хотела бы узнать текст «Утро» и «Вечер». Ну, я думаю, я прочитаю полностью таким, который выйдет в мае. Мне и понравилось, и не понравилось. Насчет написания я не сомневаюсь, но насчет грамматики именно пунктуация, видимо, моя слабая сторона. Закончилось проведение тотального диктанта. Больше 200 человек в миасском филиале Челябинского государственного университета записали текст под диктовку диктаторов. Совсем скоро они узнают результаты, а мы прощаемся с вами до новых встреч. С вами была половина редакции МИАСЛАЙФ, Андрей Данилов, Диана Майер и Костенька.